Музыка Знаете ли вы, что штат Гавайи раньше был королевством? Король Камеха-Меха Великий основал Соединенное Королевство Гавайи, объединив шесть главных островов Архипелага под властью своей короны в 1795 году. Эти острова были вначале заселены полинезийцами. Они приплыли из южной части Тихого океана и привели сюда свою культуру, язык и традиции. Первым представителем западной цивилизации, увидевшим Гавайи, был капитан Джеймс Кук. Это был 1778 год. Записи капитана об островах привели к тому, что туда потянулось множество любителей приключений и купцов. Король Гавайи, Камеха-Меха, умер в 1819 году. Его статуя установлена в центре столицы островов Гонололу. Ее копия находится в зале освобождения Капиталия в Вашингтоне. Каждый год 11 июня гавайцы отмечают День Короля Камеха-Меха и его вклад в историю Гавайев. Гавайи стали 50-м штатом США в 1959 году. Это единственный штат, где каждый житель принадлежит к меньшинству. Здесь нет разовых меньшинств, потому что большинство населения имеет смешанное национальное происхождение. Гавайцы очень гордятся своими полинезийскими корнями. Сохранение исконной гавайской культуры – одна из важных политических тем штата. Долгие годы коренные гавайцы борются за расширение автономии штата и за сохранение своих культурных традиций. В числе хорошо известных традиций – луау, гавайский пир, леи, гирлянды и цветов, которые носят на шее национальный танец хула, и гавайский язык. Туризм составляет около 40% ВВП Гавайев. Население штата всего около 1 миллиона 400 тысяч человек. В прошлом году архипелаг посетили более 7 миллионов туристов. Гавайские острова возникли в результате подводной вулканической деятельности. До сих пор на поверхности островов сохранилось немало активных вулканов. Вулкан Килауэя на острове Гавайи сегодня самый активный на планете. С 1840 года было 60 извержений. Вулканы делают природную красоту Гавайев еще богаче. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...